всем привет и сегодня у нас не простая дегустация, а дегустация на свое и мы поговорим еще потом про оклейку виноматериалов так, сегодня у нас на обзоре начнем с наибольшего вино плодовое, 2005 года урожая вино плодовое, опять же черная смородина, хозяйство 2004 год урожая тоже лопастинская и жемчужина моей коллекции, первое вино, когда я начал заниматься это 2003 год урожая, то же самое мое дипломное вино, 2003 то есть я диплом получал в 2004 но до диплома оно год созревало начнем с наибольшего года от молодого к старому потому что нам надо еще поговорить заклейку виноматериала она будет носить общий характер но в хозяйствах, таких как мое используются, ну не используются, так сказать, традиционные способы используются свои поэтому не переключайтесь, потом все скажу заклейку вот, надо налить ну что, модера ну судя по цвету так, вино итак, 2005 год урожая цвет темный янтарь слезки слезки есть есть слезки не без этого аромат теплый аромат такой, знаете, такой аромат но я не скажу, что модернный то есть присутствует аромат черной смородины но такой теплый, компотный тон вот тоже но черная смородина она такая, понимаете ну знаете, вот капотный тон в египетских винах наверное, это связано с температурой вот, тут точно такое же присутствует ну а так, ягода чувствуется ягода чувствуется это самое главное вот, дайте на вкус сухонькое сухонькое нежное кстати, обратите внимание оно у меня ну что такое сухое? это недостаточно сахара, да? вот значит оно кислое и в то же время нежное то есть кислое, нежное пьется приятно 2005 год урожая просто я специально оставлял у себя в баре вот какое-то время невозможно пить было невозможно а сейчас я смотрю вполне приятно пьется то есть кислинка есть вкус ягоды ощущается и нежное и нежное опять же вот потому что у меня было когда я готовлю вино иногда господи, неужели оно превратится в винный уксус ну был бы это уксус его было бы невозможно пить понимаете? а тут нежное понимаешь? нежное и мы переходим ко второму образцу 2004 год дипломное то есть оно дипломное но дипломное считается и это потому что оно за год созрело и на экзамене было это вино но вино диплома диплома это 2004 год давайте сейчас это тоже попробуем опять же темный янтарь темный янтарь надо сказать цвет они у меня все темный янтарь слезки есть а вот тут уже аромат ягоды сильнее тоже такой теплый аромат теплый, теплый аромат но ягодой именно смородиной такой винной ягодой мы привыкли говорить винная ягода это виноград вот тут смородина тут аромат ягоды сильнее итак пробуем ну назовем это значит на вкус если вот это более сухое это полусладкое то есть оно более сладкое единственное что я не имею дома приборов никаких поэтому лучше называю так вот это более сладкое 2004 год и в то же время нежное понимаете нежное пока мы переходим к жемчужине моей винодельщины тут немножко осталось 2013 год представляете вот столько но вот это вот знаете чем оно знаменательно лучше верьте на слово оно хлопало как шампанское давайте попробуем уже так 2003 год как древнее вино тут уже появился какой-то осадок по сути дела вот так же вот аромат янтарь темный аромат знаете какой сразу очень сильный запах смородины ягодный он-то он и продолжается но при налере он сильный потом он так сглаживается и он становится вот как в этой скажем да вот но тут же тем не менее получился осадок еще она раньше хлопала вот значит конечно ну то что ножки есть и их видно и это значит то что хорошо и хорошую вину и экстрактивная значит пробуем это слаще то есть сухое полусухое ну полусладкое полусухое где-то так это сладенькое это кислое где-то так вот это в принципе сладкое сладкое так сейчас я скажу как знаете сладость кислоты никакой во вкусе ягода вкус присутствует ягод смородины сладкое и знаете что и сладость ярко выраженная тогда и значит и вкус ягоды и нежное ну только осадок вот только осадок не знаю с чем это связано в 2014 год может вот ну вот это вино я помню я оклеивал